МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жилищный фонд региона готов к осенне-зимнему периоду. К 15 сентября паспорта готовности выданы практически на все объекты жилищного фонда, за исключением одного дома в селе Великовисочное, в котором производится капитальный ремонт. Документ, подтверждающий готовность данного дома к зиме, будет выдан до 31 октября. На сегодняшний день паспорта готовности получены на 664 многоквартирных домов в Наринмаре, поселке Искателей и в муниципалитетах Заполярного района. Речь идет о домах с централизованной системой теплоснабжения. В ходе проверки готовности таких домов, согласно приказу Минэнерго России, оценивалось состояние жилфонда, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, объектов энергетики, наличие плана действий по ликвидации аварийных ситуаций. По подготовке к зиме завершаются сроки подготовки объектов к эксплуатации в осенне-зимние периоды. По управляющим компаниям выданы все 100% паспортов готовности. По всем муниципальным образованиям и Заполярному району по объектам здравоохранения и образования в Заполярном районе еще не все паспорта получены. Что касается объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики, подготовка к зиме продолжается. Все работы теплоснабжающей организации и Наринмарская электростанция должны завершить не позднее 1 ноября. При этом отопительный сезон во всех муниципалитетах региона стартовал в конце августа. На сегодняшний день все 48 котельных, обеспечивающих централизованную подачу тепла для социально значимых объектов и жилищного фонда Ненецкого округа, работают в нормативном режиме. До намеченного срока открытия школы в поселке Красное остается чуть больше недели. Напомню, в августе этого года во время своего визита в округ полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе посетил долгострой и обозначил срок 30 сентября. К этому времени все недочеты должны быть устранены, а школа полностью готова к учебному процессу. Если это не произойдет, Николай Цуканов пообещал принять жесточайшие меры как в отношении строителей, так и в отношении представителей администрации Заполярного района. О том, как сегодня обстоят дела на объекте, на расширенном совещании при губернаторе сообщил глава администрации Заполярного района Олег Холодов. На этой неделе подчистим все уже такие незначительные огрехи. Надеюсь, они в основном были связаны с наружными работами. За три прогнозируемых сухих дня это все доделаем. И уйдем из подвала, где там три-четыре помещения доделывают. Также Олег Холодов сообщил о предполагаемых сроках сдачи еще одного объекта – строящейся школы в селе Тельвиска. В течение этой недели определим ориентировочный срок сдачи, который сейчас пока не ясен в связи с поставкой ТПшкина. Она вышла, она в пути в Архангельске. И по документам сейчас работаем вместе с подрядчиком. Ориентировочный срок сдачи, когда? Пока не позже 16-го, работаем над тем, чтобы сократить. 16 октября работаем над тем, чтобы приблизить этот срок. Насколько удастся приблизить, мы к концу недели будем понимать. В Виндиге строятся два дома. Первый дом, по словам Олега Холодова, будет сдан 25-26 сентября. Второй – со срочкой в 10 дней. Всего в Заполярном районе числится 12 недостроев. В окружной столице продолжается строительство детских городков и спортивных площадок. Часть объектов уже готовы. Над другими еще трудятся бригады подрядчиков. Возведение дворовых комплексов в этом году происходит как за счет федеральных денег, так и средств окружного бюджета. Кроме того, строительство некоторых площадок финансируется нефтяниками. На нескольких подобных объектах побывал губернатор региона Игорь Кошин. Здесь, на территории лесозаводского парка, практически все готово к установке долгожданного памятника. Постамент для будущего мемориала труженикам некогда градообразующего предприятия уже подготовлен. Идея создания исторического символа лесозаводу родилась еще в 2014 году. И только этим летом городская администрация смогла приступить к ее непосредственной реализации. В предыдущем руководстве города деньги собиралось, население, еще что-то, но не было ни проекта, ничего не было по сути. Эскизка была? Был эскизный проект. Мы подключились по просьбе жителей. Мы с Анатолием Васильевичем Меденовым встречались с жителями. Мы подключились. Сегодня руководство города молодцы. Подготовили основание под памятник фундамент. Директор управления городского хозяйства Александр Чуклин пояснил, что в рамках первого этапа специалисты обустроят площадку вокруг памятника и установят освещение. Здесь будет дальше благоустройство территории. Только сейчас координируем действия с скульптором. Он должен подвести памятник, должен нам сказать, выдать, скажем так, технологическую карту по установке памятника. Как он будет его сюда завозить, устанавливать, потому что под это будем подстраивать и ход работы по благоустройству. Что же касается деревянных мостовых, их полностью заменят только в следующем году. Это уже будет второй этап благоустройства лесозаводского парка. Причем с ремонтом и содержанием этой пешеходной дорожки проблем больше возникать не должно. Летом мостовые перешли в собственность города. А эта строительная бригада трудится в одном из дворов улицы 60 лет Октября. Здесь работы по благоустройству проводятся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Надо сказать, что именно в этих домах живут самые активные горожане. Дело в том, что из 89 заявок, которые поступили в мэрию, этот двор набрал самое большое количество баллов. Более того, собственники внесли в проект и свои предложения. Вся дворовая территория и подъездная часть будет здесь в брусчатке. Все полностью будет в брусчатке. В принципе, у нас сейчас готово. Мы хотим быстро середину эту всю сделать, чтобы потом техникой не все, что касается этих внутренних работ. И уже плотно здесь перейдем на эту сторону. Закончить благоустройство двора на 60 лет Октября общество РИЦ намерено до конца этого месяца. При том, что компания возводит в городе еще один детский комплекс. На улице Швецова сейчас как раз монтируются игровые конструкции. Эта площадка станет первой в окружной столице, где зоны отдыха распределены по возрастам. Самая старшая группа, которая будет здесь, на этом месте располагаться, баскетбольная и футбольная площадка. В этом месте будет располагаться тоже детская площадка свыше, которой трех лет идут. Это средняя группа. Мы были в прошлом году осенью, были в городе Усинск. И местные власти при поддержке компании «Луко-Лукоми» построили подобную детскую площадку. И при поддержке «Луко-Лукоми» мы сейчас этот проект реализуем. И в новом микрорайоне появится еще одна детская площадка, уже неформальная. Если по микрорайону пройти, посмотреть, очень много формальных вещей сделано. Лавочка стоит, рядом урна, рядом типа брусьев что-то, и кажется, что детская площадка. А реальная детская площадка, где будет чем заняться детям. В целом же в этом году на создание комфортной городской среды Наринмар получил из окружного бюджета более 56 миллионов рублей. В их числе чуть более 8 миллионов. Федеральная субсидия – 31 миллион – выделила на благоустройство сам округ. И еще порядка 17 миллионов перечислила компания «Луко-Лукоми». В окружной столице все объекты должны сдать до конца октября. А вот в поселке Искателей реализация федерального проекта «Городская среда» уже завершилась. В порядок привели сразу три зоны отдыха. В частности, в одном из дворов появилась новая современная детская площадка. На эти цели из бюджета страны местные власти получили порядка 6 миллионов рублей. Сумма сравнительно небольшая. Впрочем, этого хватило, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. В Министерстве образования и науки России в режиме «Селектора» прошло совещание с субъектами по вопросам доступности на территориях дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Исполнение указа президента о ликвидации очереди на зачисление детей данной возрастной группы в детские сады находится на контроле федерального ведомства. Ненецкий округ уже несколько лет входит в число регионов со стопроцентной обеспеченностью местами в дошкольные учреждения. Стабильный результат работы региона в этом направлении федеральное ведомство отметило и в этот раз. По данным ежемесячного мониторинга Минобранауки, Ненецкий округ вошел в число 11 субъектов, где показатель доступности дошкольного образования на 14 сентября составляет до 99%. Помимо нашего региона, это в частности Забайкальский и Пермский край, Новосибирская область и Республика Татарстан, распределение детей по образовательным дошкольным организациям в профильном департаменте завершилось в июле. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет были зачислены в дошкольные учебные заведения. Так, в детские сады Наринмары и поселка Искатели были приняты 294 малыша. В поселениях округа очередь в детские сады традиционно отсутствует. Кроме того, в регионе ведется работа по выделению мест в детских садах по потребности для малышей в возрасте до 3 лет. В настоящий момент потребность в местах для них удовлетворена на 56%. В Ненецком округе вакцинацию от гриппа прошли менее 2,5 тысяч жителей. Напомню, прививочная кампания против гриппа на территории региона стартовала 28 августа. По данным на 15 сентября вакцинацию прошли 13% жителей округа или 2304 человека, подлежащих прививке. В первую очередь вакцинацию от гриппа подлежат так называемая группа риска. Это сотрудники учреждений образования, здравоохранения, торговли и коммунальных служб. Также к этой группе отнесены дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими болезнями. Все они получают вакцину бесплатно за счет государства. При этом отмечается увеличение отказов работников предприятий, которые находятся в группе риска по заболеванию, что является недопустимым. На соответствующие случаи на расширенной планерке при губернаторе обратил внимание главный врач Ненецкой окружной больницы Андрей Дедов. В дальнейшем будем продолжать вакцинацию на неработающих населения и остальной категории граждан. Вот хотелось бы обратить внимание руководителей предприятий, потому что отказы сотрудников, которые относятся к группам риска или дальше целевыми группами, наверное, недопустимы, возможно, только по медицинским показаниям. В целом в этом году планируется привить от гриппа 17 600 жителей Ненецкого округа, или 40% от общей численности населения. За счет федеральной казны регион уже получил 12 тысяч доз лекарств для бесплатной иммунизации населения. Еще 5 600 доз препарата оплатил региональный бюджет. Его поставка в субъект запланирована на конец сентября. По данным мониторинга заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по округу, за прошлую неделю было зарегистрировано 886 случаев ОРВИ, из них 672 у детей. И хотя показатель увеличился в два раза, порог заболеваемости не превышен. В окружной столице подвели итоги муниципального конкурса на лучшую благоустроенную территорию. О тех, кто создает сказку в своем дворе, расскажем в материале выпуска. Наградили лучших огородников. В рамках концерта «Я люблю тебя жизнь» наградили победители конкурса «Чистое подворье». Настоящие лесные подснежники в Наринмаре. Нарциссы, тундровые маки, озера и ненецкий чум. Все это можно устроить прямо у себя во дворе, что и сделали участники муниципального конкурса на лучшую благоустроенную территорию. Заявок на участие было немного, всего 18, но выбрать самый красивый двор было непросто. И на этой клумбе уже в апреле месяце, несмотря на то, что у нас еще много-много снега, здесь уже есть цветущие подснежники. Настоящий лесной подснежник. Небольшой полисадник у входа на работу – давняя мечта Ирины Петровны. Восемь лет назад она привезла из южных регионов луковицы лесного подснежника и размножила на этом участке. С тех пор каждую весну, когда на улице снег и ненастье, вестники весны радуют глаз. И дети маленькие, и взрослые, и мужчины, и женщины. Если я работаю на этой грядке, то все говорят буквально, даже на машине проезжают, останавливаются и говорят большое спасибо. Это очень приятно, да. Приятно очень, что кто-то это видит. Видят красоту. Желание сделать город зеленым и красивым на полисаднике не закончилось. За углом здания мастерица разбила альпийскую горку. Ягель, богульник, ель, рябина и береза только приживаются. Но участок заметно преобразился. Раньше здесь стояли мусорные контейнеры. В планах Ирины культивировать еще один участок земли, на котором будут красоваться затейливые коряги. Как показал городской конкурс, на лучшую благоустроенную территорию жители Заполярья за зеленый город. Светлана Николаевна каждый год перед домом разбивает клумбы. Времени требуют, они не так уж и много, конечно. Но когда сухо было, очень поливать. А не польешь, они, конечно, начинают погибать. Естественно, выходим вечером, кто чего поливает. Многу поливают свои грядки, а мы с Наташей поливаем свои грядки, наши цветы. Все у нас дружно, вечером все поливаем. Гладиолусы, георгины, петунии, тундровые маки, радиола розовая. Цветов много не бывает, считает Светлана Николаевна. Вместе с дочерью она высадила одних только бархасов – 250 штук. Рассаду для цветов готовит в апреле, высаживает в июне. Помимо клумб, в этом году во дворе появилось и озеро с уточками, и ненецкий чум. Композицию подготовили к городскому конкурсу. В критериях также значились кустовые посадки, деревья, культурные растения. Все 18 участников конкурса условия выполнили, и выбирать лучших было сложно. Уже очень много лет они высаживают цветы, какие-то интересные моменты выкладывают. В общем, с большим юмором, дизайном, творчеством подходят к этому. Когда мы начали проводить конкурс, даже не ждали, оказывается, такого разнообразия цветов и разнообразия растений, которые у нас приживаются уже в городе Наринмари. Я здесь живу очень давно, с рождения, поэтому я и думаю, что, оказывается, эти растения могут расти у нас на Наринмари. Победители определили в трёх номинациях – лучший двор, лучшие частные подворья и лучшая благоустроенная общественная территория. Участникам вручили дипломы, а победителям – денежные сертификаты, чтобы в следующем году городские улицы и дворы стали ещё ярче и зеленее. Валентина Чебичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Региональное отделение Союза пенсионеров России объявило о результатах второго окружного смотра «Чистое подворье». В этом году оценочные комиссии работали в 17 муниципалитетах Ненинского округа. Они выбирали лучших из 175 личных хозяйств. Наринмар, Верхняя и Нижняя Пёша, Волоковая, Ома, Хангурей, Великовисочная, Лабожская, Харута, Каратайка. И ещё 9 населённых пунктов. 5 месяцев находились в полной огородной готовности. Виной этому стал окружной конкурс «Чистое подворье». Мы начинали «Чистое подворье» с четырёх дворов. Прошло 19 лет, и у нас участвует по городу 81 подворье. Это только для владеющих пенсионерами. Свои владения пенсионеры и другие участники конкурса начали готовить ещё с мая этого года. Именно тогда был объявлен старт огородному состязанию. Главными критериями в оценке места жительства картошки, огурцов, помидоров и других благородных культур стал творческий подход к его оформлению, а также наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн, состояние фасада и урожайность. Посмотрите, насколько вашими руками выращено и сколько всего красивого и вкусного. Цветы, и овощи, и даже фрукты, и ягоды. Дорогие друзья, Союз пенсионеров благодарит вас за вашу активность. Активность садоводов-любителей в этом году могла посоревноваться лишь только с урожайностью. Побиты все рекорды многолетней междоусадебной борьбы. 175 личных хозяйств в одночасье стали огородными конкурентами. Самому старшему из конкурсантов было 84 года, а младшей чуть больше 20. Но в этом конкурсе красоты возраст не имел значения. Главное – наличие форм, причем малых и архитектурных, которые используются для оформления придомовых территорий. А таких, как оказалось, в каждом населенном пункте немало. И все выставлены на показ. Статуэтки, огородные куклы, альпийские горки, фонтаны, замки, сказочные персонажи и многое другое. Лучшими из лучших в конкурсе «Чистое подворье» были объявлены 23 человека. 56 стали призерами. В день коронации самых креативных землевладельцев на Ринмаре прошел съезжий фестиваль для людей высокого возраста «Я люблю тебя жизнь», где они смогли продемонстрировать всем желающим дары своих огородов. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды.